Всем привет, меня зовут Руслан, и это мой блог о самых простых людях, которые живут в поселках нашей страны. И сегодня я приехал в поселок Корнево, это проект НЕСИТИ, поехали! Корнево рулит. Здесь нету ничего, вообще ноль. Когда просто приходят дети, вот эти поселковые дети, просто обнимашки. Происходит что-то какая-то жесть, какая-то дичка. Драки алкашей. Ну ты победил? Нет. А это уже для взрослых, да, видимо? Дали деньги, но они ушли кому-то в карман. Там мины есть, и один раз мальчик умер. Мальчик на мине подорвался год назад, это реально правда? Да, было. Тамки вот эти, склады большие, никто ничего не проверял. У нас одна большая семья, и мы этим гордимся, и нам это нравится. Хоть как бы плохо не было, мы в деревне не бросим. Ну да, вот такая у нас жизнь. Корнево, Байкласс! Как вам здесь живется? Да, очень великолепно. В уютный дом зайдите и спросите. Не, ну просто мы уже были в поселках некоторых, где там даже пятиэтажных домов нет. Здесь хотя бы пятиэтажные дома есть, значит здесь жизнь уже получше чуть-чуть хотя бы. Как переезжать и жить, да и все. Это бывший военный гарнизон, куда-нибудь пятиэтажные. А вот, кстати, заброшенное здание, что это такое, не знаете? Оно не заброшено, оно в аренде. Вот это вот здание, оно не заброшено, оно выглядит прям очень плачевно пока что. Мы снимаем. Андрей, не могу. Ну и все, тогда. Что ты спрашиваешь? Нет, это неинтересно, мне же надо снимать видео. Вы здесь живете, получается, в поселке? Да, я в городе живу, я к бабушке вообще. А я постоянно здесь. Здесь постоянно? Что можно здесь вообще делать? Мы здесь гуляем, на площадке, по городку ходим. В городе все сидят играть в телефонах, а тут все гуляют. Меня почему-то все хотят засаживать. Засаживать? Тебя что, он проиграл? Чтобы, да. Ах, ты ж гад. Эй, ты че? А, вы не ногами, а руками играете. А еще носками и мяча есть и другие развлечения. Да, какие? Давай, расскажи какие еще развлечения. Просто интересно, чем вы тут можете еще заниматься. У нас тут есть еще в цеху, там есть, можем там лазить. Там забор поставили. Но там работы, ну, взрываются. Все уже были в голову. Что там делать? Там мины взрываются? Да, там мины есть. И один раз мальчик умер. Забыл те, кто. Нет, военный городок же. Ты серьезно? Это правда? Это правда, что мальчик подорвался на мине один раз? Да. Да, он там камнем кидал на мину, был с друзьям там. В смысле, просто бежал и там. Да, у вас сам говорили. Ну, там он шел, ушел. Ну, а еще Мак выжил, он просто на себя. Поднял мину, на себя принял удар. Нет. А зачем вы там лазите, если там мины? А, это он, они, у нас там просто железя кить издают за рубли. Да, давай быстрее забыл, я хочу тебя засадить. Он кидал на мину камни там, и потом. А это мину залвал. А еще две девочки. А что, после этого что-то хотя бы сделали, не знаете? Что-то приезжали люди, может быть, там как-то. Приезжали, да. Да. Новости там. Минюары. Да. Попрощаюсь с вами. Классные ребята. Ну, не уедете, да, из Корнева, когда вырастите? Я, наверное, уеду. Уедете? Тоже уедешь? Ты тоже уедешь? Ты тоже хотел уехать? Да. Ты уедешь из Корнева? Да. Да? А ты? Да. Да? Вы же говорили только что, что не уедете. Все, привет. Мне бы хотелось бы узнать чуть поподробнее, если вы про это знаете. Сказали, что мальчик на мине подорвался год назад. Это реально, правда? Ну, то есть здесь реально где-то в поселке рядом. Да, вот часть. И там валяются мины. А как так произошло, что там были какие-то боевые... Ну, здесь же часть была военная. Это ничего удивительного. Здесь была танковая военная часть. Военные уехали. Может, где что осталось? Где что? Это ничего удивительного. После этого проверок не было никаких. Вы думаете, после этого мальчик подорвался под... Были проверки какие-то? Ничего, я ничего вообще не было. Никто ничего не проверял. Часть большая. Тамки вот эти, склады большие. Никто ничего не проверял. И оно всплывает с земли, а дети там играют. Маленький кусочек проверили возле... А он там игрался, что он там сделал? С детьми игрались, да. Бросали камни, откуда же, бросили. И сработало. Где здесь дети? Вот пошли играть туда. Четыре человека, да, было? Четыре человека было. Правильно понимаю, что дети до сих пор там могут бегать? Ну, естественно. И они так и делают. Там не закрыто ничего. Не закрыто. Там не закрыто, там не охраняемо. Там тоже на тебя идет. Ну, забор делай. Ну, как забор? Вон, выйди да и пойди. Все открыто. Дети, пожалуйста, гуляют. А родители что вообще? Как-то они хотя бы... Ну, вот видите, вот... Вот я сижу, вот наблюдаю за своим ребенком на площадке. Хоть и ребенок взрослый. А есть такие, а я не наблюдаю. А есть ребенок в пятом классе. Ну, что, ну, за ним постом не будем же ходить в пятом классе? Они же пойдут, им все равно все интересно. Пойдут, посмотрят. Печайно. Истут, и все. В целом вообще вот жизнь здесь в Корнево, в поселке, вообще что про нее можешь сказать? Очень хороший городок, мирный. Нет аптеки, вот самое главное. Здесь нет аптеки? Если мы заболели, то умирали. Здесь нет и амбулатория. Скоро пока приедет. Даже медпункта вообще никого нет. Ну, она 3 километра туда, медпункт. У нас нет медсестры, могу вам сказать еще. Никого нет. Ну, чтобы укол сделать, мы платим, чтобы за счет. Ну, какие-то плюсы есть здесь вот, если брать именно жизнь вот в поселках? Помимо того, что здесь как бы живая природа. Здесь хорошо детей растить и лес, вот воздух другой. И детей здесь безопаснее растить, чем вот, к примеру. Где безопас, если ребенок взорвался? Вот, да, как бы. Нет, ну, я имею в виду, в Калининграде ты, понимаешь, не выведешь ребенка одного. Ты будешь с ним гулять до 10 лет, наверное, а то и больше. А здесь дети гуляют. Ну, да, вот такая у нас жизнь здесь. Жизнь вообще здесь в Корнево, нравится тебе? Ну, честно, мне нравится здесь в поселке. Тут можно новых друзей завести. Что еще можно? Сколько ты здесь новых друзей завел? Не так, скажем, чтобы все корнево. Ну, есть и хорошие друзья, есть и плохие. Что они плохого тебе делают? Ну, например, пытаешься познакомиться, дружеские связи наладить, а они просто посылают тебя куда подальше. А чем ты здесь занимаешься, в поселке? Ну, я вообще чаще дома химичу. У меня дома есть набор химика. Дома делал, собственно, там опыты. Ну, дом не спалил еще ни разу? Ну, нет, еще не спалил. Ну, еще. Не подходили никакие там местные какие-нибудь эти уникумы? Типа на химичном что-нибудь там, типа... Ну, пока что еще ничего не подходили. Что-нибудь запрещенного, ничего не просили делать? Нет, нет, нет. Что-нибудь интересное с тобой происходило в этом поселке? Может быть, ты здесь подрался хоть раз с кем-то, дрался в поселок? Он, я помню, дрался, сидел в качеле там, по очереди, короче, катались. Так. И там один пацан, я в первую очередь занял, сказал, сначала ты покатаешься, потом я. Она такой, нет, я буду кататься и все время. Ну, там уже полчаса катается, я говорю, ну, хватит там место уступить другому. Очередь тем более есть. Ну, выкаблучился, завершение такое, вот. Что-то толкаться начал, я ему в ответ, и как собаки сцепились. Так. Само собой, родители подошли, моя мама тут гуляла с моим братом, вот. Расцепили нас и сразу к кордакам его пошли. Ну, если бы не расцепили бы родителей, ты же его уделал бы, ну, честно. Ну, я бы его добивать все равно не стал, я просто... А ты победил бы его? Ну, можно и так сказать. Давай докажем, что у нас, типа, короче, в Корнево здесь все самые крутые люди живут здесь. Может, прям пафосно максимально надеть черные очки? И мы на этом закончим вообще интервью. Это будет клево. Ну, я не знаю, как это будет выглядеть. Давай? Просто вот так. Нет, ты должен обоих пафосно снять их. Корнево рулит. Корнево пафос! Все, я мог, кстати, угнать велик, пока ты там стоял. Хе-хе, ну не получилось. Просто про жизнь вообще людей в поселках вообще. Чем можно заниматься, допустим, здесь вот в Корнево? А нечем у нас заниматься. Почему нечем? А чем у нас заниматься? У нас нигде работы нету никакой. Чем у нас? Никаких предприятий, таких ничего нету. Никаких предприятий, ничего нету. Одна школа, почта и клуб, медпункт и все. Мы вот просим дороги, чтобы нам сделали. Я и заявления писала, и объявления, и в депутат там писала. Вот как были дороги развалены, так они и есть. А что последнее вообще делалось вообще в поселке? Может, вспомните? Клуб. Клуб отремонтировали, мебель новую купили. Клуб это что? Дом культуры у нас. Здесь есть дом культуральный? Да, да. Но вот если была бы возможность, уехали бы отсюда? Или уже как-то знаете? Нет, не уехали бы. Корни мы свои не применяем. История вот что-то такое интересное. Здесь вообще что-то происходило? Мемориал у нас. Да, и нас и в лесу есть, и в Михайловке у нас везде. Заводонапорная башня, правильно? Да, немецкая. Нет вероятности, что когда-то она так обвалится? Нет, до нее дали деньги. А, что-то какая-то реконструкция. До нее дали деньги, но они ушли кому-то в карман, а башня осталась. Но не к вам, да, не к вам в карман? Не к нам в карман. Мы раньше с нее так вода хорошо, да, и чистая вода шла. Ее укрепили, там человек держит с той стороны. Да, да, да. Но он все время обходит здание. А здесь нету ничего вообще, вообще ноль. А, ну-ка сейчас совсем все к вам надо. Ну а что, амбулатория у нас не так что ли? Сидит уже 70 лет на пенсии, ничего не соображает. Не говори. А о чем говорить? Не говори, не говори, а сколько уже может. Хорошо, последний вопрос. Борочка даже есть, а дети, да, видимо, есть? У меня внуки. Деревня есть, деревня, свежий воздух. Но равно, хоть как бы плохо не было, мы деревни не бросим. Мы уже тут родились, тут и помрем. Ты отсюда, из Корнева? Да. Что можешь вообще сказать про этот поселок? Скучно тут, если честно. Да? Ну чем, допустим, ты занимаешься? Чем здесь можно вообще заниматься? Когда же арене идем, можно на басе купаться. Тусоваться где-то, где-то вообще есть, где места? Ну вот, сидим вот здесь, в центре, как обычно, когда что-нибудь придумываем. Турнички, какой-то спорт или там наоборот? Да нет, турничками у нас никто не занимается. Ну бухайте, короче, что ты делаешь? Да, ну что ты не будешь делать? По праздникам только. Ну часто праздники есть, каждый день? Да. Происходит что-то, какая-то жесть какая-то, дичка. Драки алкашей. Есть такое еще, да, здесь? Ну да, вот, недавно было. Последний раз когда ты дрался, сколько? Полгода назад. Да? Что за причина была, почему? За девушку. Да, за девушку. За девушку. Ну ты победил? Нет. То есть ты сейчас без девушки, да? Нет, почему? Давай, хочешь, давай перезапишем, ты скажешь, ты победил. Давай. Перезапишем, все, давай. Драка была, кто победил? Я. Да, победил, все, теперь с девушкой вместе, да, все нормально. Наказал его. Я знаю то, что ты это не будешь. Конечно, конечно, бро, ты знаешь это. Снимаю блог именно про людей в поселке, чем вообще здесь можно заниматься. У нас работает дом культуры, у нас проходят дискотеки для молодежи, у нас проходят вечера для взрослых, которые мы приглашаем всегда на чай, они танцуют. У нас теннис, у нас волейбол, у нас ели какие, вы посмотрите, шикарные, они обалденные. Мы туда полевую кухню ставим, столы, люди отдыхают, здесь у нас концерты проходят. Ну то есть в принципе, если человек захочет, ему здесь есть чем заниматься. Конечно, конечно. Вот я вот, вот наша Татьяна Николаевна как раз подошла. О, здрасте, здрасте, Татьяна Николаевна. Только что я, только что я о вас говорила, что у нас заслуженный учитель по физкультуре, город, может быть, я что-то не понимаю как-то одно, но когда просто приходят дети, вот эти поселковые дети, они просто приходят, они не здрасте, и мы пошли. Они приходят, вот, и просто обнимашки, а как дела там, что-то, понимаете, вот у нас одна большая семья, и мы этим гордимся, и нам это нравится. У нас хорошие и работодатели, и наше начальство, вот, в Бугар-Тюновском районе. А для взрослых здесь в плане творчества тоже чем-то можно заниматься? Ну у нас есть, да, у нас для взрослых нет, у нас для взрослых есть шансон, допустим, взрослая категория приходит, они поют, и поют как бы там, и по караоке, так. Я не знаю, мы не музыка, мы более спортивный, только караоке, так если хотят, ребята подойдут, дискотеки проводят, здесь проходят дискотеки. Ну пойдемте в клуб, посмотрите. Это уже для взрослых, на видео. Типа выставки там для, ну, наденем, в прошлом году. Это фотосессию делаем. Да, это не сцена. Спасибо. Допустим, у нас есть Париж, да, вы посмотрите, там у него там тысячи шестьсот семьдесят семь километров. Когда-нибудь там дети, мне кажется, с гастролем могут поступать. Да, вот у нас там Мамонова. У нас было Лукоморье, ну, немножко оно уже у нас упало, вот там вот это Багратионоск наш любимый, потому что там живут сказочники, обещают, но ничего не делают. Масло немножко повернулось, но ничего, мы тут все подкрасим, Главное, что Мамонова и Париж в одну сторону смотришь. Нет, Мамонова, да, Мамонова и Париж, это у нас прямая трасса, сами понимаете, и поехали. Ну, а как-то вот так вот у нас. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким был выпуск из поселка Корнево. Если понравилось, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк, все по-честному, абсолютно. Пишите в комментариях, куда нужно поехать в следующем выпуске, потому что о большинстве поселков я не в курсе, как и многие, кто живет в нашей области. Все, это был проект НЕСИТИ, пока! Субтитры сделал DimaTorzok